Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Это будет система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться износов НПФ и ряда других источников. Отдельно был подписан закон для защиты от санкций международных банков с российским участием. Правительство предполагается дать право конвертировать доли России в международных финансовых организациях в долговые обязательства. Как всегда, ничего полезного. А я напомню, что уже больше 10 лет система накопительной пенсии находится в заморозке и каждый год замораживается на следующие и на следующие. Так что, если вы хотите дожить до пенсии, желаю вам огромной удачи. Власти Казахстана заявили о росте числа в стране высококлассных IT-специалистов после объявления мобилизации в РФ и к чему бы это. Для республики это позитивная тенденция, сообщил член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азад Перуашев. Уже в сентябре руководители предприятий машиностроительной отрасли отмечали, что среди прибывших есть технические специалисты, которых у нас в стране дефицит. Они сегодня восполняют такого рода вакансии. Это позитивная тенденция, если говорить про реальный сектор экономики. Мои коллеги отмечают, что в сфере IT прибавилось специалистов. Для нас это хороший момент. Для иностранных компаний, которые переехали в Казахстан, будут созданы максимально комфортные условия, подчеркнули власти. Кодекс поведения депутата Госдумы в публичном поле предложила Единая Россия. Выдержки оттуда приводят СМИ. Депутатам рекомендуется категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психологическом состоянии. Предлагается не публиковать фотографии и видео предметов роскоши экзотических путешествий и ресторанов. Выполнять элементарные требования к культуре речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко, либо дать оппонентам повод для троллинга. Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций, кроме того, депутатам категорически не рекомендуется комментировать международную повестку военные и внутренние конфликты в других странах, бесплановых предварительных установок или доосвучивания официальной позиции МИДа. «Российским IT-специалистам нужно запретить выезжать за границу», объявил член экспертного софета по цифровой экономике при Госдуме. «IT-шников стоит рассматривать как стратегический резерв Российской Федерации, поэтому есть смысл ограничить их выезд из страны», пояснил Никита Куликов. «Если IT-специалисты являются стратегическим кадровым резервом страны, то стоит рассмотреть для них возможность ограничения на выезд, как у сотрудников органов власти. По словам члена экспертного ГД, только таким образом можно помешать массовому отъезду специалистов». «То есть вы уже допустили массовый отъезд специалистов и специалистов в стране? Практически не оказалось, по недавним вопросам. Даже токарей теперь, собственно, одно вакансию отзывов максимум 0,6 одного резюме. Отклик. На одно вакансию не приходится даже одного резюме. Ой, обожаю». Спустя два месяца после того, как они все выехали, они подумали о законопроекте, как запретить им работать. А теперь, когда они все уехали, думают, как их оставить в стране. Ну, конченые. Конченые идиоты. На Урале пьяный мобилизованный до смерти избил своего командира в купе штабного вагона воинского эшелона. По данным следствия, нетрезвый саживший сержант вечером 23 декабря в купе вагона воинского эшелона на станции «Месяш» наполна капитана, который также был призван по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте. По решению Магнитогорского гарнизонного военного суда убийца на два месяца взят под стражу. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика. Продолжение следует...